Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить в Испирию, ну и вроде как в прошлый раз мы с вами почти добрались до фэра, а давайте всех трёх. Трёх не собрали, двух собрали, но уже что-то. Главное, чтобы нас, опять же, как тусякус, не зафигачил своим парализующим агентам. Давайте другую цель выберем, всё-таки, а то мы с девчулей постоянно одного и того же на себя берём, и в итоге это выходит не очень эффективно. Ага, эй, цель, 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 ребятки, давайте вот сюда переключимся, вот, а это зелёный паук, вот никогда бы не угадал, что это зелёный паук, ха, нормально. То есть я думал это какой-нибудь кактусоход и ещё что-то, но зелёный паук это, это новости. Отлично, ну, полуобморочная какая-то. Эстель, а ты паралич снимешь с девчулей, а? Сняла, смотрите-ка, эстель всё-таки наконец-то это сделала. Бедный эстель, да, единственный хиллер в команде, хочет тоже посражаться, а я типа, лечи нас и не высовывайся. Так, окей, нам вверх, да? Сюда куда-то. О-о-о, что-то интересно. Что-то не так, будьте внимательны. Это не Фэра. Да, это немного другой голос. Эй! Что? Чё-то засрань. Что за... вот мерзость. Заманить нас ловушку и подкрасться. Ну, отросливый же этот монстр. Никогда такого монстра не видел. Это не монстр. Если это не монстр, то чё тогда задри? Даже Репит напуган. Это плохо. Уходим отсюда. Он движется к нам. Проклятье. Похоже, у нас нет выбора. Уйдите с дороги. Вот так радость. Ну, ладно, что это за фигня? Давайте, понеслась. А, сразу... Ой, ну... Во. И теперь... Бесконечная вертушка Юрия... Ха! Отправляется в бой. Ха-ха-ха! Пока есть мана, будем крутиться. Ну-ка! О! Э-э, эта дрянь усилилась. Ну, ладно, в этот раз хотя бы нам не сбили усиление. Правда, теперь усиление на ней. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ребятки. Ребятки, а я отбежать не могу. Я не могу отбежать. Меня зажали в углу. А, Эстель ещё тут тоже встала очень удачно. Эстель, лечи. Эстель, нам ты не нужна в бою. Давайте, ребятки, ай-тему приходится юзать. Ага. И самое обидное, приходится бить его атаками наверх. Потому что это... Оп! Ну-ка! Отлично. Пробили. Есть пробитие. Так. Ну. Давайте, ребятки, давайте его пигачить. Ну. Пигачим, пигачим, пигачим. И вот так вот. И вот так вот. Ну-ка. А, усиление сейчас. Давайте мы. Не успел. Не успел я. Ну, ничего. Сейчас. Опа. И понеслась. Эй. Эй. Ну. Блин, стоит нам усилиться, нас сбивают. Это вот вообще какая-то шляпа. Эстель, а ты не хочешь лечить? Героизм Эстель, как всегда, приводит к тому, что наш персонаж вновь помирает. Эстель. А, слушайте, а на ней какая-то штука, что ли? Типа она не может кастовать? Скорее всего, да. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Эм. Так, предметы. Эстель. Так, зелье от блокировки. Видимо, вот это надо было сделать. Эстель, а теперь кастуй. Вот эту вот штуку, да, танцующую. Ай. Все, я зря обвинял Эстель. Но очередной флакон жизни у нас успел уйти. Почему она не попыталась этот флакон, черт, сожрать, я не понимаю. А, черт. А, черт. Нам достается. Эстель, пожалуйста, не лезь, не лезь, бой, не лезь. О, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, черт, лежали мы. Да шо ж такое-то. Ну, отлично. Ай-яй-яй. Ребятки, что за фигня происходит, да? Эй, она, эта штука кастует. Может ей помешать немножко, а вы не хотите? Ну, так. Ну-ка, все, понеслась. Тысяча-одна крутилка. Ну-ка. Тысяча-одна крутилка, Юрия. Понеслась. Пока есть эммана. Отлично. Ну, как минимум, мы эту штуку немножко напугали. Ай. Теперь она нам. Мы, видимо, так и будем по очереди, да? Ну. Ой. Не, 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 не. Не давайте их вставать. Вы что, совсем сдурели? Ай-яй-яй. Больно. Больно делает она нам. Зелье от блокировки, согласен. Эстель. Эстель. Лечи нас, девчуля. Ну. Сейчас. 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 Сверхсила у нас. Давайте. Понеслась. И понеслась. Давайте. 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 Просто пила. Пила рама. Отлично. Ну. Так, стоп. Предметы. Девчуля. А что есть? 60% максимум от ЭВО. Восстановись себе. Манта. А вообще, неплохо было бы, если бы она нам защиту, например, кинула. А вообще, конечно, было бы неплохо в предыдущем бою знать, что будет. И заранее приготовить какую-нибудь еду полезную. А не вот так вот в бой вступаем. И уже, типа, по месту пытаемся что-то придумать. Но хотя бы мы это, порезы, проводим. Ну-ка. Отлично. Кажется, провели, да? Провели мы порез. Все. Фу. Я так устала. Да, уж это точно. Ну-ка. А нам ничего не надо. Ладно. О. Зато уровни. Оно исчезло? Оно. О, это же перо. Что это? Я больше не могу. Рита. Хэррол. Так душно. Жарче, чем готовить моллюсков на гриле. Боюсь, я тоже все. Плохо. А где наши спасенные души? Геймобиль? Что? Город? Дракон из ущелья Кадос? А, дракон нас спасет. Хм. Хе. Давай. Надеюсь, ты подавишься моими костями. Дракон нас спасет. Очевидно же. А. Мы потеряли сознание в пустыне. Это не похоже на небеса? Где мы? Ага. Ага. Ну, давай. Я скоро текст выучу. Кажется, меня нашли, а вы молодцы. В награды научу вас готовить. Изучен рецепт блюда крокет. Я дам вам это, чтобы вы смогли попрактиковаться. Три набора. Нужно идти до встречи. Хорошо. Первым делом уже проснулись, все в порядке. Вы прошли мимо входа в город. Я сохранюсь на всякий пожарный. Давайте узнавать, что произошло. Уже уходите? Вы можете оставаться сколько пожелаете. Ну, надо выяснить вообще, что где. Там какая-то надпись. Сесиль Фрингс. Что за Сесиль Фрингс? Какой зеленый город. Среди пустыни. Доброе утро. Как насчет утреннего поцелуя? Юрий, тебе стало лучше? Да. А вы как себя чувствуете? Все в порядке. Кажется, да. Мы потеряли сознание в пустыне, да? Что мы здесь делаем? Видимо, кто-то пришел нам на помощь. Но мы пока не знаем, кто. Интересно, кто же этот добрый спаситель, который пересек жаркую пустыню и вытащил столько народу? Чтобы это ни было, нужно найти его и поблагодарить. А та пара, что была с нами? Их тоже доставили сюда. Они тоже не увидели, кто нас спас. По всей видимости, они потеряли сознание, как и мы. Думаю, они пошли поглядеть на город. Интересно, это был мираж? О чем ты? А до того, как меня вырубил, я увидел дракона, который взял под контроль Аэрс Кадеси. Правда? Да. Эстеля, ты его видела? Нет, я ничего не видела. Тогда, должно быть, тот монстр спас нас. Монстр спас нас? Не могу поверить. Значит, это все-таки был мираж. Так, что случилось? Где именно мы находимся? Один любезный джентльмен как раз это выясняет. Любезный джентль... А, ты про старика. Ну, доброе утро. Здесь нет барьера. Это очень странный город. Я думал, что восточные горы не заселены. Рита! Кэрол, мы здесь! Что это? Это обронил монстр, который напал на нас пустыня. Я не видела никаких перьев на этой штуке. Это перо Фэра. Перо Фэра. Перо цвета пламени. Очень необычное. Но зачем тому монстру перо Фэра? Да, мы еще многого не знаем. С возвращением. И почему это я должен был тащиться на разведку? Если бы я пошла, это, милая юная леди, осталось бы наедине с тобой. Слишком уж опасно. Опасно? А ты же сейчас не обо мне? О, не знаю. Возможно. Меня сейчас тошнит. Хотя я как-то и не против, чтобы люди считали меня опасным. Плюс к моему загадочному обаянию. Походу, мы в Йоргмене. Но этот город из дневника на корабле с привидениями. Погоди, это Йорген? Город, которому нужен светлый селенид для защиты от монстров? Вполне логично. У них здесь нет барьера. Наверное, поэтому они и искали способ прогнать монстров. Но это было тысячу лет назад. Да. И по-моему, странно, что они обходились совсем без барьера. Вы правы. Ага. А может быть, нам показать сундук кому-нибудь из местных и расспросить их? Да. Мы можем узнать что-нибудь афера. Да, да. Согласен. Ну что ж. Центральный город. Центральный город Йорген? Ничего себе. Видимо, наше познание мира совсем... Подождите, Эстель. Эстель же ходячая библиотека. Как она может не знать об этом городе, если он центральный? Ой. Видите, девчули на переднем плане, типа в дефокусе. Но этот дефокус настолько просто пикселизирован, что становится страшно. Что это был за странный монстр, с которым мы столкнулись в песках Когора? У меня приятные мысли о нем до сих пор мурашки по спине. Эта тварь хоть живая была? А? Ты о чем это? Но она была не похожа на другие существа, обитающие в пустыне. А, еще одно меткое замечание капитана Кэрролла. Что бы это ни было, надеюсь, мы больше никогда его не увидим. Я тоже. Этот сундук, кажется, я его уже где-то видел. Но не могу вспомнить, где. Сейчас скажите мне, еще здесь время остановилось, и они все, типа, бессмертные. Ну что ж, сегодняшнее предложение по синтезу. Я не знаю, есть ли смысл все это читать. Давайте-ка попробуем посинтезировать. Во-первых, надо купить яблочное желе, апельсиновое желе и ананасовое желе по полной. А зелье от паралича может пригодиться. Целительный флакон. Нормально. Нормально. Лечебный флакон, не знаю. Ну, типа, вот так. Да? А теперь. Кольцо обороны. Снижает физический урон на 10%. Ха. Так. Еда. Едой давайте прям все реагенты, что есть, мы купим. Потому что готовка, она все-таки, ну, чуть-чуть, но помогает. И если мы можем хоть чуть-чуть себе помочь, грех этим пренебрегать. Правильно? Жалко, что можно всего по 15 всего иметь. Но, видимо, таково ограничение. Так. И хорошо. Синтез. Что мы можем синтезировать? Флакон с сиропом. Не. Не-не-не. Не-не-не. Ладно. Из оружия. Это чем отличается? А, это типа... Ага, это офхенды. Ух ты. Кэрол, мы можем сделать большую сумку. Ух ты. За десятку, но все-таки. Гладиатор. Давайте. Так. И оружие в основную руку. Что интересно. Йок, Макарек, да. Жала. Практически как в это. В Игре Престолов, да? Что еще? О, хребталом плюс один. Жаль. Ну, хорошо, давайте, девчули, нацепим жала. И нацепим кому еще. Я забыл. Представьте себе. Вот так вот я быстро забываю. А, ну, а магическая атака снизится. Ну, смотрите. Она снизится совершенно на чуть-чуть. Так, мы что-то... Не нам? Не нам. Значит, кому? А, Кэролу. Большая сумка. Тигадынч. Хорошо. Ну, и продолжаем, получается, ходить здесь опрашивать. Добро пожаловать в странники издалека. Боюсь, нам тут особо нечего вам предложить. Как сектант звучит. Вы пришли из других краев. Разве здесь не чудесно все эти цветы? Вы пришли из-за океана? Наверное, вы очень устали. Вы же долго плыли на корабле. Что, нет? Власти? А это что? Хм. Сейчас в городе ужасный кризис. Мы под угрозой нападения огромного монстра. Люди говорят, что с мудрецом мы все преодолеем. Но правильно ли в это верить? А, мудрец есть некий. Огромное спасибо за то, что спасли нас. Хочу скорее вернуться в Монтайк, чтобы увидеть детей. Дети, наверное, волнуются. Только бы они не отправились нас искать. Да, это было бы не очень хорошо. Шалаш. Хорошо. Ага. Этот сундук. Вы что-то о нем знаете? Он был у Лончи. Где вы это взяли? На корабле Атерум? Прекрасная леди. Вы о нем слышали? Конечно. Вы знаете об Атеруме? А, мы пересеклись с ним в океане. Вы видели Лончи? А, Лончи это... А, он мой любимый. Простите, что так сразу говорю о личном. Любимый проклятие. Эй, Кэрол, твоя очередь. Ты безнадежен. Мы видели только сам корабль. Ясно. Как ваше имя? Меня зовут Юйфан. Это же имя из дневника, который мы нашли на Атеруме. Может, она ее потомок с тем же именем? Вы знаете о светлом Селините? Говорят, он обладает силой отгонять монстров. Мудрец сказал, что необходимо создать барьер вокруг города. Он в этом сундуке? Мы действительно в прошлом с вами? Да, мы пришли, чтобы отдать его вам. Понятно. Эй, это ключ? Можно я возьму сундук? Ну, ты его открой тогда при нас. Ух ты! Это и есть светлый селинит? Похоже, да. Он так сияет и блестит. Сокровище прекраснее, чем искрящаяся рябь на поверхности океана. А кто тут мудрец, о котором вы говорили раньше? Мудрец великий Крития, который пришел в наш город из-за пустыни. Крития? Что ж, возведение барьера — это, по сути, создание бластей. Бласти и... Но мы не сможем создать бластью с такими технологиями, да? Есть те, кто могут. Вы видели бласти на холме Эмид и в Каэрбокраме? Но не думаю, что этот мудрец из тех, кто делает такие бласти, сваливая формулы в кучу. Я... простите, я не очень понимаю. Но мудрец сказал, что для создания барьера необходим светлый селинит. И Лонча уплыл на поиски. Его нет уже три года. Три года? Вы, должно быть, волнуетесь. Стойте, все это как-то странно. Да, истории не сходятся. Думаете, она бы ошиблась на тысячу лет? А сколько лет ей самой? Одно и то же могло произойти и три года, и тысячу лет назад. Наверное. Говорят, история повторяется. Кто же его знает? Мудрец в этом городе? Где он живет? А? Да, его дом чуть дальше в город. Думаю, быстрее будет поговорить с самим мудрецом. Да, наверное. Если вы собираетесь туда, можете отнести мудрецу светлый селинит вместо меня. Да, конечно. Благодарю вас. Хорошо, идем. О, светлый селинит. Кажется, мы с вами станем в основе того, почему власти и называются властями. Песа? Песа. Мы столько пережили, чтобы пересечь пустыню, а Фера так и не встретили. А сколько раз вы все рисковали жизнью, чтобы помочь мне? Может, даже и к лучшему, что мы его не нашли? А, если бы нам пришлось драться с ним сейчас, то, скорее всего, мы бы не выжили. Если подумать, то Фера ведь умеет летать. Он может быть где угодно и когда угодно. Выследить его будет непросто, разве что у него где-то поблизости есть убежище. Никто не говорил, что найти его невозможно. Возможно, знаем что-нибудь, если порасспрашиваем в городе. Вы правы. Спасибо вам обоим. Спасибо нам обоим. Если у вас есть вопрос, спросите у мудреца. На него можно положиться. Наш мэр слишком молодой и ненадежный. Ему всего лишь 997 лет. Нашему мэру. Ха-ха, знаете ли. А юноша... Э, интересно, люди как-нибудь... Никак. Ему пофиг. Мы могли стоять и тыкать в него аэром, а он бы не понимал. Угу, я вас не знаю. Правильно, не стоит разговаривать с незнакомцами. Как пел классик Коздырон Левдер Тудую Харм. А, это тот чувак из леса. Простите? А что это же... Вы? Кто именно? Мы пересекались пару раз. Вы? Как вы добрались сюда? Что значит как? Пешком пересекли пустыню. Понятно. И все же, как вы... Неважно. Зачем вы пришли ко мне? Нас малость заинтересовала вот это. Должно быть, вы заплатили за него высокую цену. Вообще-то, он нам случайно достался. Ха, это просто чудо. Вы хотите создать Бластью Барьера, верно? Можете притворяться мудрецом сколько угодно, но даже не думайте о создании Бласти. Кто вообще задумается о постройке Бласти, используя вещь, которая уж точно не ядро? Это Аэр в твердой форме. У него просто нужно вписать формулу. Вписать формулу? О чем вы вообще? Их называют апатеями. Светлый селенид один из образцов. Так это апатея? Сокровище, которое ты искал, старик? Кстати, я не мудрец. Что? Этого существа уже нет. Тогда у нас проблема. В таком случае нам придется это забрать. Ни мне, ни человечеству. Такая вещь не нужна. Эй, ты что творишь? Погоди-ка! Такое же явление мы наблюдали в Киевмок. О, да чтоб тебя! Как раз, когда я наконец нашла дну. Апатеи только вергают человечество в хаос. Пусть лучше возвращаются в состояние Аэра. Возвращаются? Это то, что вы сейчас сделали? Это не причина, чтобы разбивать чужие вещи. Ну кто ж так плохо обращается с сокровищами? Разве Светлый, Селенид, Апатея не нужен был, чтобы защитить этот город от монстров? Этому городу ни к чему барьера спасения. Ему даровано вечное спокойствие. Раз уж мы об этом заговорили, здесь очень тихо. Но поблизости есть монстры, как Ферра. Откуда ты знаешь о Ферра? И я бы тебя тоже самое спросил. Похоже, ты и сам о нем знаешь. А теперь давайте поспорим, что вот этот вот дюк, это и есть Ферра. У него красные глаза, он весь такой, весь, короче, напыщенный. Вот сто пудов. Пожалуйста, расскажите нам все, что известно. Ферра назвал меня отравой. Понятно. Вы ведь что-то знаете? В этом мире есть существо, обладающее силой, которую Энтолихея презирают. Вы имеете в виду меня? Это существо известно как Дитя Полнолуния. Дитя Полнолуния? Как в легенде? А, Энтолихея, это Ферра? Верно. Но чем я или Дитя Полнолуния вызвало гнев этих Энтолихея? И какой силой обладает Дитя Полнолуния, что они ее презирают? Ответ лишь в сердцах самих Энтолихея. А это значит, что мне придется найти Ферра и спросить у него самой? Не говори глупостей. Если Дитя Полнолуния встретится с Ферра, то непременно умрет. Но... Эстель, остынь. Эй, Ригей, а Йегер из Врат Руин как-то говорил об Энтолихея. Правда? Что-то про то, как они, будучи древней расы, основали Нордополику. Ферра построила Нордополику? Но это невозможно. Уходите. Для вас здесь больше ничего нет. Минутку, я тоже хотел кое-что спросить. Что вы делали у того аэр-крана? Кто вы такой? Что это за меч? Эти знания за пределами вашего понимания. Риг, не спрашивайте об этом. Уходите. Мне больше нечего сказать. И куда это вы направились? Рита. Чувак как-то в своем доме отвернулся в угол и смотрит в стеночку. Не позиция силы. Ну, то есть, возможно, он что-то знает и скрывает. Ну, то есть, так и есть, наверное, да? Возможно, это Дюк спас нас в пустыне. А, может быть. Я пойду и поблагодарю его. Постой. Он не похож на того, кто бы это сделал. Ты думаешь? Просто у меня такое чувство. Помнишь, ты говорила, что Дитя Полнолуния была сестрой Боровой Весперии? Да. Богиня, в чьем золотом сиянии купается мир, имя тебе – Дитя Полнолуния. Брат твой, бравая Весперия, наблюдает за нами с небес, пока ты остаешься с матерью Землей и неустанно защищаешь ее. Там что, скрытый смысл? Я не уверена. Но, может, это нечто большее, чем просто древняя легенда. Остаешься защищать Землю, да? А защита Земли может иметь какое-то отношение к власти над всем миром. Ты имеешь в виду власть Императора, например? Если Естель – Дитя Полнолуния, то это не лишено смысла. Это значит, все предыдущие Императоры были у Фэра в черном списке. Никогда о таком не слышала. Все это как-то сложно. Ага, для тебя, Патия, это, наверное, очень сложно. Для тебя, старик, не легче. Рита, тебе чуть позже объяснят. Я? Возможно, нам стоит подумать о том, что делать дальше. Я останусь здесь, мне нужно исследовать кое-что. Исследовать? Светлый селинит, Апатия и все такое. Честно говоря, у меня есть пара вопросов к нашему белому и пушистому другу. Если вы уходите, попрощаемся здесь. Но... О, очень жаль. Не думаю, что тебе будет весело в пустыне одной, но желаю удачи. Точно. Я никуда не попаду, не пересекая пустыню. Мы же можем че-то отдохнуть, пока она раскопает информацию. Мне тоже интересно это, Апатия. Если мы снова собираемся в пустыню, нам нужно время на подготовку. Может, не хотим опять поджариться? Да, это верно. Что думаете насчет завтра? Рита, тебе же хватит одного дня? Да, без проблем. Спасибо, я очень признательна. Хе, да не за что. Ладно, встретимся завтра утром у входа. Ладно, тогда увидимся. Мы снова отделились ото всех. И знаете что? Пожалуй, на этом мой род говорит мне, чувак, лимит разговоров на сегодня у тебя исчерпан. Если хочешь больше разговоров, посмотри рекламу. Ну, знаете, как в играх с энергией. Но, пожалуй, нет. На этом мы с вами этот эпизод завершим. Посему спасибо всем, кто поддерживает канал. Миша Лебедева, Миша Фомину, Андрея Фиолетова, Евгению Глебову, Дахармса, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбо, Антону Церу, Брату Монзо, Серджа, Тирадоро и Фёсту, КДВ-45 Рус, Дарьи Кравчук. Ну и, естественно, всем вам. Вы тоже просмотром этих видео поддерживаете канал, а когда ставите лайки, так вообще поддерживайте его втроине. Ну, а на этом у меня все. И увидимся в следующем эпизоде. Всем удачи, счастливо, пока-пока, до встречи.